Какими бы ни были погоды и обстоятельства, Александр Гаврилович всегда приветствовал тонусовцев своим неизменным «Доброго утра всем». Понедельничная планерка сегодня началась без него, но телевидение – такой механизм, который должен работать всегда. Так нас приучил главный редактор. Александр Гаврилович проработал в этой должности на телекомпании «Тонус» два десятка лет. И за это время было сделано очень много. Тонусовцы вспоминают, что Александр Гаврилович буквально фонтанировал идеями. В 1996 году, 10 сентября, пришел он с Земза, и человек оказался практически создан для телевидения. Хотя до этого, как он признавался, он озвучивал только парады по радио. Он очень быстро въехал в специфику телевидения. Он фонтанировал идеями. И вот представьте себе, в 1996 году, в сентябре он пришел, а в октябре 1997 года уже прошла первая «Братина». В камеру и вступая в должность главного редактора телевидения, или, скажем так, телекомпании «Тонус», приношу клятву верно служить идеалам телевизионного дела, делать все для того, чтобы наше телевидение процветало. И исполнилась моя мечта, когда каждый бы житель Загорска, приходя домой с работы, включал свой телевизионный приемник на 28-й канал. Кадры 1996 года. Александр Новиков дает клятву главного редактора. Так мы и жили дружным коллективом. Неформально и креативно, как говорят сейчас. На «Тонусе» даже Новый год не наступал без Гаврилыча. Так звали его мы и многие друзья-телевизионщики. День рождения у нашего главного редактора как раз 1 января. И он всегда приходил в новогодний эфир поздравить Сергея Упасадцев и жителей района. Хочу пожелать всем, кто нас сейчас смотрит и слушает, особенно рыбакам, удачного клева. Как говорят, у нас не хвост, а не чешуя. А у нас с собой и хвост есть, и чешуя. С Новым годом, рыбаки! Делом своей жизни Александр Гаврилович считал братину. Фестиваль телекомпаний Московской области, рожденный при его самом деятельном участии в 1997 году, впоследствии объединил не только подмосковные телекомпании, но и медиа других российских регионов и даже дальнего зарубежья. Болгария, Украина, Беларусь, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия. Он пропустил через себя все 19 фестивалей и мечтал увидеть 20-й, юбилейный. И снова здравствуйте! Более 40 лет мы с ним знакомы и 20 лет действительно тянули вот эту лямку телевидения. И, конечно, он из разряда людей, которых называют человеком эпохой. С ним уходит, к сожалению, целая эпоха становления телевизионного дела, телевизионного братства, так как он, являясь очень серьезным таким штабистом, управленцем, прекрасным организатором, можно сказать, что организовал целое подмосковное сообщество журналистов, электронных СМИ. И поэтому звонки за звонками идут. Просто вот на сегодняшний день вот мы посчитали около 72 городов, прислали свои соболезнования. И ребята, естественно, приедут тоже на похороны, прощаться с другом. И вы знаете, когда спрашивают, что рассказать, я бы сказал, что у Александра Гавриловича Новикова его дела говорят за него, за самого. Александр Гаврилович был координатором общественного движения «Братина», членом Союза журналистов России, заслуженным работником печати Московской области, действительным членом Евразийской академии телевидения и радио. Александр Гаврилович был человек, который гора на имене я приводил первый раз на «Братину» и мы смотрели, что он и его работа была самая главная, потому что мы пришли на «Братину» и наши впечатления о Руси, о «Братине», о Сергеевом Посаду. На первом месте есть это, что мы познакомились с Александром Гавриловичем. У каждого человека есть душа, есть душа и у каждого тела, которое объединяет людей. У «Братина» это был Александр Гаврилович Новиков. У души не может быть длинного имени, поэтому его звали я всегда просто Гаврилович. Это и уважительно, и одновременно очень признательно. Так обращается только к очень близкому человеку. Таким близким он был для всех нас. Он был для меня наставником и был для меня даже в некотором роде кумиром. Потому что я училась у него, когда мы только основали телевидение. Я приехала к некоторым руководителям, чтобы познакомиться. И в числе первых был Александр Гаврилович Новиков. Он дал мне очень много добрых советов по организации работы. Александр Гаврилович относится к числу людей, которых уже мало осталось в нашей профессии. Он преданный журналистике, телевизионной журналистике. Это знают все участники «Братины», это знают пишущие журналисты. Тяжело говорить. Ушел отличный человек, отличный друг, отличный профессионал. Он в каком-то смысле, не побоюсь этого слова, был подвижником. Очень, очень любил свой проект, наш проект, свой проект «Братина». Дорожил, он переживал. Ну и вообще, очень был теплым, с большим сердцем человеком. И, конечно, это полезно всем близким, всем родным, всем друзьям, сотрудникам. Ну и себе самому тоже, что ушел такой отличный друг и профессионал. В Сергиевом Посаде Александра Новикова, выпускника Московского энергетического института и университета марксизма-ленинизма, знали как инженера электромеханического завода «Звезда», где он был и заместителем председателя правкома. Этот опыт помог ему и на депутатском поприще. Он был членом собрания представителей и депутатом Сергиево-Посадского районного и городского советов. Часто выезжал в составе побратимских делегаций, помогал налаживать международное сотрудничество. На телевидении вел общественно-политические программы. Из Московской областной думы, которая транслировалась на все Подмосковье, и полный контакт. В студии «Тонуса» за 20 лет побывали известные политики, общественные деятели, актеры театра и кино, путешественники. В нашем архиве осталось полторы сотни программ. Столько раз полный контакт с Новиковым был в эфире. Такая утрата для города. Сан Гавриловича я знал очень много лет. Знал его просто лично в «Контакте», не по работе. Зная его как главный редактор программы «Полный контакт», это встреча с интересными людьми. Знал, с ним встречался по вопросам своей предыдущей работы. И, конечно же, я считаю, что это большая утрата. Потому что я знаю, что он долго проработал у нас в первом созыве совета. Я очень плодотворно, очень активно был в своей твердой жизненной позиции. Ну, к сожалению, вот мои соболезнования родным, близким и, конечно, телекомпании «Тонус». Очень жалко, что уходят такие люди из нашей жизни. Но я думаю, что у него найдутся приемники, которые продолжат его дело. А так, сочувствую, скорблю вместе с родственниками, вместе с товарищами, вместе с коллегами. В нашей телекомпании есть специальный уголок. На этой стене фотографии сотрудников телекомпании «Тонус» разных лет. Есть и отдельная глава этой экспозиции – те, кого с нами уже нет. Сегодня туда добавилась и фотография Александра Гавриловича. Но мы верим, что он всегда с нами.